Библейский портал экзегет.ру представляет Смотрите, вот Ветхий Завет Что-то большое, сложное, трудное Там куча подробностей Современный иудаизм утверждает Что 613 заповедей даны в Ветхом Завете Мужчины и иудеи обязаны соблюдать Все женщины касаются Часть их, но не иудеев Вообще мало что касается Но 10 заповедей, вот эта 20 глава Стала основой любого законодательства Сегодняшнего Нам кажется, ну это же прописные истины Не убей, не укради Слушайте, вы знаете, вот я даже лично Находился одно время в сообществах В которых эти заповеди не работают Ну, например, в армии У товарищей ни в коем случае не укради А у старшины, у старшины и скоптерки За милую душу и поделись с товарищами Тем, что там натырешь А в те времена вообще не было По сути дела никаких других народов У которых заповеди, не убей, не укради Были бы, ну вот в таком виде даны До сих пор мы думаем Ну врагов-то убивать можно Украсть, как сказать Ну если у хорошего человека, наверное, нельзя А если вот у этих сволочей То это я экспроприирую собственность Или я там трофеи военные добываю Да, это я не украл И до сих пор люди спорят Где кража, где не кража Например, в рабочее время сидеть в интернете Это кража рабочего времени, которую оплачивает Твой работодатель Налоги не заплатить Это кража или нет Я не хочу сейчас это разбирать Я просто обращаю внимание, что мы 10 заповедей до сих пор не знаем, как понимать Вот в нашей сегодняшней жизни Израильтяне тоже не понимали Давайте их прочитаем Тут комментировать можно до бесконечности Но обратим внимание на какие-то другие вещи И главное Не убей, не укради Да, вот я сразу с этого начал Потому что любой кодекс в любой стране Сегодня это же и утверждает Убийство, воровство Это важнейшие преступления Которые наказываются в любой стране А почему начинается не с них? Почему бы не начать с простого и очевидного? Давайте подумаем об этом Вот слова, сказанные Богом Я Господь твой Бог, который вывел тебя из Египта Из неволи Не должно быть у тебя других богов на виду со мной А как же толерантность? А как же мультикультурализм? Разве это плохие вещи? Нет, хорошие Но смотрите, у тебя То есть здесь не говорится Что нужно воевать со всеми У кого другое представление о Боге У кого другая религия Нет, не сказано этого абсолютно Но у тебя должно быть все четко и внятно А почему? Да потому что я тебя вывел из Египта Господь в данном случае обращается к людям Которых он буквально вывел Вот лично этих людей Ну потом, естественно, это переходит по наследству К их потомкам К тем, кто присоединяется к израильскому народу А почему с этого начинается? А потому что это личные отношения Потому что это не просто Бог, который вещает С Синайской горы какие-то прописные истины Для нас они прописаны Тогда вот они и были прописаны Поэтому мы с тех пор их читая выучили А он говорит Я тот, кто тебя вывел, тот, кто тебя спас Почему ты должен меня слушать? А вот почему Потому что я тебя оставил в живых Потому что я из тебя и твоих соседей Толпы беглых рабов сделал народ мой Я сейчас объясню, как вы должны жить Не должно быть у тебя других богов Потому что в каждой заповеди Мучительно размышляются Допустим, иконы Каким образом они в православной традиции Объясняются Как не противоречащие этой заповеди Но мы сейчас не об этом Это логичное продолжение того, что было раньше Я, твой бог, не делай изваяний Это вот уже такая ограда Потому что изваяние позволяет Себя сделать идолом И не служи им, не поклоняйся Потому что я твой бог А у меня нету образа У меня нету идола Кто, кстати, образ и подобие бога? Человек Мы в первой главе «Бытия» это читали Единственный идол бога — это человек Причем любой Вот не статуя какого-то божества Как у язычников А каждый из нас Мы друг по другу видим Что-то очень важное о боге Надо же Поэтому поклоняться идолам нельзя За грехи отцов, отвергнувших меня Королевых детей, внуков и правнуков Как это? Мало ли у кого был Какой прадедушка За что же карать внуков? Ну давайте дочитаем Эту фразу А для тех, кто меня любит И исполняет мои повеления Я покровитель их потомков Даже в тысячном поколении Нас смущает, что он карает Но здесь сказано В тысячном поколении Я покровитель их потомков То есть Здесь сказана очень важная вещь И это для народа В стадии его формирования Крайне важно Ваши потомки Несут ответственность За то, что вы сделаете Ну вот наши с вами потомки Если мы с вами Жители и граждане Российской Федерации Устроили революцию В семнадцатом году И мы в общем-то Расхлебываем во многом Именно ее последствия Не так ли? Хотя мы Вовсе ее не устраивали И в общем Многие из нас Даже ее совсем не одобряют И многие другие вещи Которые мы делаем Будут наши правнуки Расхлебывать Я тоже в этом абсолютно уверен Так устроен мир Но Он говорит Я покровитель Даже в тысячном поколении То есть Кто будет тысячное поколение Отсчитывать? Сколько это? Двадцать лет Допустим Считаем Минимальный срок жизни поколения Двадцать тысяч лет Что будет через двадцать тысяч лет? Вообще на нашей земле Я не говорю В нашей стране В моем городе Это даже трудно себе представить То есть фактически Это означает вечно И обращаясь к Богу Он говорит Вы во многом Определяете судьбу Своих потомков Не произноси попусту Имя Господа Бога твоего Господь не оставит Безнаказанным того Кто произносит его имя попусту Что значит попусту? Здесь каждая Каждая заповедь Требует Длиннейших толкований Написанной там А я мог бы пять часов Про каждую из них рассказывать Но нет у нас Этой возможности Вот трудно сказать Что значит попусту? Можно считать Что это ложная клятва Клянусь Богом Говорит человек И дальше врет Да Но это очевидный случай А если человек просто Пусто ословит От имени Бога Есть такие люди Верующие Которые всюду вставляют Там Какие-то фразы О Боге Вот Господь Мне там То-то То-то И то Вроде они хорошо делают Они же Не пытаются его там Как-то оскорбить Или там Они просто себя доверяют Богу А мне кажется И это тоже Немножечко попусту То есть Смотрите Бог говорит человеку Ты отвечаешь за себя За то Что вокруг тебя происходит Не надо без конца На меня ссылаться Замитый анекдот есть Ну исторически Это правда Как Суворов Какого-то интенданта Спросил Почему лошади не кормлены Генерал Суворов Или фельдмаршал Уже даже Тут ему говорят Бог сено не послал Тот ему говорит А что у тебя Бог К лошадям приставлен То есть Ты должен сено обеспечить Если не обеспечил Так и скажи Я там Не нашел Или там Поленился Или что-нибудь еще Вот И здесь Мне кажется Человек Получает С одной стороны Огромную ответственность С другой стороны Огромное достоинство Да Вот человек Это не пешка В руках Бога Много есть религий Философии Где человек Игрушка В руках высших сил Судьба Самое частое название Там Рок Фатум И так далее Нет В Ветхом Завете Не так Помни что Суббота Священный день Через ней работай И выполняй Все свои дела А в седьмой день Суббота Он принадлежит Господу Богу твоему Работать в этот день Нельзя никому Ни тебе Ни сыну твоему Ни дочери Ни рабу твоему Ни рабыне Ни твоему скоту Ни переселенцу Что живет В твоем городе Спасибо конечно Господи За наш еженедельный Выходной Но наверное В десять заповедей Как-то не стоило Его вставлять Где-нибудь В примечание Там дальше А раз в семь дней Устраивайте себе Разгрузочный день Не работайте Нет Ибо шесть дней Господь творил Небо и землю И море И все что их наполняет А в седьмой день Пребывал в покое Поэтому благословил Господь субботний день И сделал его освященным Смотрите А человек образ Бога И он подражает Богу Даже в этом Шесть дней Твори дела свои А в седьмой день Отдыхай Но не просто отдыхай А это день твоего Бога Это день для Поклонения Благодарения Общения Ну и с людьми тоже Потому что общение с Богом Не отделимо от общения с людьми И отдыха тоже И веселья И радости Почему это так важно Почему это раньше Чем не убивай Не кради Но ведь смотрите Сначала те заповеди Которые говорят Об отношении Бога и человека И это очень важно Потому что Не убивай Не кради Могут Основываться Только на какой-то Картине мира В которой Этого делать не стоит А почему нельзя убивать А потому что Другой человек Это тоже образ Бога Как и ты А почему нельзя воровать А потому что Его собственность Это собственность Которую дал ему Бог В том или ином понимании Да А почему нельзя Прелюбодействовать А потому что Его супруга Или там Ее супруг Это те люди Которые сочетаны Друг с другом Богом Да Вот А иначе что Я круче Я все сделаю И многие народы Многие люди Именно этой этики Придерживаются Сильному можно Все слабо И пусть плачет Да Но если И слабо И сильный Одновременно Образ Бога Если они Несут на себе Этот отпечаток Тогда любой человек Имеет права Тогда любому человеку Необходимо Оказывать уважение И это выражается В ряде конкретных запретов Вот надо это установить Хорошо Суббота здесь причем Священный день Ну Суббота Который в христианской традиции Стал скорее воскресеньем Но не очень важно Какой именно Это день недели А важно Что это Принцип Вот смотрите Это принцип Жертвоприношения Везде Во всех религиях Есть жертвоприношения То есть у человека Есть что-то Часть этого Он отделяет для Бога Но если богатый Это сделать легко Если бедный Потяжелее Но есть Только один ресурс Которым мы все Обладаем в абсолютно Равной мере Это время Вот все остальное Денег Здоровье Способности Чего угодно У каждого Своя мера Да Нельзя требовать От всех Одно и то же Есть даже Такие страны В Скандинавии Когда штрафы За нарушение Правил дорожного движения Выписывают В процентах От дохода Да Потому что Одному человеку Тысячу рублей Заплатить Неподъемно А другому Это На кофе Он больше тратит Да Так вот Время у нас У всех Одно и то же Поэтому Отдавай Богу То что у тебя Точно есть время И заодно Остановись В этом беге Вот мы живем Сейчас в таком Очень стремительном Обществе Мы редко Останавливаемся Редко Оглядываемся Мы специально Придумали отпуск Для этого Да Про отпуск Кстати ничего нет Выходной Да есть А отпуска нет Мы Находим Всякие там Практики Медитации Релаксации Да Хорошая вещь Вот вам медитация Раз в шесть дней Вот Все брось Всех денег не заработаешь Всех дел не переделаешь Всего мира не исправишь Побудь с Богом Побудь с тем Кто рядом с тобой Отчти отца и мать Чтобы долгой была твоя жизнь На той земле Которую Господь Бог Дарует тебе Почему надо Про отношения с людьми До сих пор про Бога было Теперь про то Как с людьми строить Свои отношения Начинается от своей матери А потому что Это первые люди С которыми человек Выстраивает Свои отношения У него могут быть Быть или не быть Братья и сестры Там Друзья Подружки Учителя Там Соседи Ну Дальше Понятно Но первые Кто рядом с ним Это отец и мать И смотри Дар жизни тебе От Бога Но Через них Будь благодарен За дар жизни Никто тебе не подарит Большего Чем тебе подарили Отец и мать Никто и никогда Они сделали так Что ты и есть И поэтому Чтобы долгой была Твоя жизнь На той земле Которую Господь Твой Бог Дарует Себе Имеется ввиду Конечно жизнь В Ханаане До которой они еще Долго будут идти Но не важно Чтобы ты жил Будь благодарен За жизнь Чтобы чем-то Пользоваться Беспрепятственно Не относись к этому Как к мусору Который легко выкинуть И прежде всего К людям Которые тебе это дали Дальше Те самые заповеди Которые Люди обычно Хорошо помнят И прекрасно понимают Не убивай Не прелюбодействуй Не воруй Не давай ложных показаний Против ближнего Смотрите Какие они разные То что нельзя убивать Наверное все согласятся Правда у людей Будет куча вопросов Относится ли это К убийству на войне Там дальше будет указана Война То есть Наверное нет К смертной казни Тоже наверное нет Потому что смертная казнь Дальше предписывается Но с другой стороны Это некий принцип Который может быть Потом мы толкуем Расширительно И начинаем думать О том что Любое лишение Человека жизни Это все таки трагедия Ровно потому что Он образоподобия Бога И нужно как-то стараться На войне Неретальным оружием В суде Не приговариваются К смерти А приговариваются К пожизненному заключению К чему пришли сейчас Очень многие страны Включая Россию Почему не потому что Преступник не заслужил смерти Некоторые заслужили Десять раз Такие бывают Маньяки Убийцы Но не лишай его жизни Вот он лишает А ты не лишай Потому что ты не он Потому что он может быть Еще покаяться Потому что Ему эту жизнь дал Господь Если ты можешь Воскресить мертвых Тогда можешь убивать живых Но ты не можешь Не прелюбодействуй Но давайте я не буду Комментировать эту заповедь Потому что столько Вокруг нее Всевозможных страстей И толкований Но принцип тоже понятен То есть вот есть Границы чужого Чужого брачного союза Опять-таки Можно толковать Расширительно Относить к этой заповеди Там секс до брака Как это сегодня называется Какие-то еще формы Связанные с такой Вольностью Да Вот половых отношений Но изначально Это вот их Не трогай того Что их Не воруй То же самое Но обратим внимание Что прелюбодействуй Сначала про отношения Между людьми Про их Вот связь Как с личностями А не воруй Про их имущество Да То есть Личности важнее Чем имущество И вдруг Не давай ложных показаний Против ближнего Не лжесвидетельствуй А это ты здесь при чем А это имя Человек имеет право На отношения Брачные Но не только Конечно Опять-таки Можем толковать Расширительно Человек имеет право На имущество И человек имеет право На репутацию Это не менее важно Когда О человеке Говорят Нечто ложное Он может быть Не утрачивает Ни супруги Супруга Ни имущество Движимого Недвижимого Но утрачивает Доброе имя И это тоже Преступление И разумеется Это может привести К юридическим Последствиям То есть К неправедному Проговору Что сплошь и рядом Происходит А дальше Странно Не желая себе Чужого дома Не желая чужой жены Чужих рабов и рабын Чужих быков и ослов Ничего чужого Как можно запретить Желать Вот даже Александр Сергеевич Пушкин На эту тему Стехотворение Написал Что Ладно Дома Осла Раба Я не желаю Но жены Ну как можно не желать Александр Сергеевич Пушкин Вот честно признавался Что у него Это не получается Исполнить Но мне кажется Что это заповедь Которая дана Она вырос То есть Предыдущие говорят Не делай А это говорит Не хоти Очень трудно Не хотеть Да Я могу Не дать волю Своему желанию Но я С большим трудом Могу от него избавиться И далеко не всегда Не так ли Отсюда потом Этика нового завета Евангельская этика Где Христос скажет Кто смотрел На женщину с ужделением Уже пролюбодействовал Кто сказал брату безумец Уже убил его Да То есть Наверное Речь идет Не о минутных настроениях Они бывают у нас разными А о согласии Да Вот я прям хочу Вот есть у меня такое Да И я Не искореняю это из сердца И тем самым Последняя Фраза в этих заповедях Показывает нам Что это не только Внешнее исполнение Но опять-таки Уголовный кодекс есть Мы стараемся его соблюдать Потому что Иначе нас накажут Да Но это внутреннее состояние Вот если человек Не делает только потому Что его иначе Там потащат в тюрьму Казнят Отрубят там ему руку Я не знаю Страфуют Он не исполняет Он не исполняет этого На самом деле Потому что он хочет Нарушить Да Просто Ну Обстоятельства не дают Если я старый и больной Я не прелюбодействовать Не смогу Не убить Не смогу Ну физических сил нет Если мне мешает Это сделать Допустим Там не знаю Какой-нибудь Стражник полицейский С оружием То же самое Да Если я даже Сам себя удерживаю Но внутри себя Все себе позволил Ну в общем-то То же самое Да Мне внешние Просто условия Не дают Согрешить Но я на них Уже согласился На эти грехи Поэтому последний заповедь Не желай Причем еще раз подчеркну Не желай себе чужого Вот Десять заповедей Довольно реалистичны Они не говорят Не желай чужому Человеку зла Да Ну Часто люди злятся Друг на друга В сердцах что-то говорят Там Не обижайся Не обижай Не бывает так Чтобы не обидеться Не обидеть Да А вот Уважать за чужим человеком Право на его Еще раз Отношение На его имущество И на его доброе имя Уважать это право Абсолютно необходимо Вот это мы должны делать Это тот минимум Вот Ветхий Завет Это минимум В Новом Завете Будет дан максимум Возлюбить другого Как самого себя Он в Ветхом Завете Уже этот Будет дан Такой вот стандарт Но В Новом Завете Будет развернут А вот это минимум Ниже которого Общество превращается Просто в Толпу бандитов И которые Сами что хотят То и делают Десять заповедей Их даже иногда По-разному немножко делят Ну не важно где там Вторая А где третья Важно Их смысл Помните Весь народ Видел и слышал Громы и молнии Звук рога И дымящуюся гор Затрепетали люди Отошли и стали Поодаль Говори с нами Ты Сказали они Моисеем Будем тебя слушать Не надо чтобы Бог говорил с нами А то мы умрем Не бойтесь Ответил Моисей Бог пришел Чтобы вас испытать И чтобы Объятые страхом Божьим Вы впредь не грешили Народ стоял В отдалении А Моисей Приблизился Грозовой тучи В которой Пребывал Бог Как интересно Бог говорит им Как им жить Не хотим слушать Страшно Не надо Моисей Давай ты с ними Переговори Там со всеми этими Там заповедями Разберешься Потом придешь Нам краткое резюме Дашь То что Моисей Это ослушаться Это так Ничего А Бога Это страшно И вот Может быть Очень многие вещи В религиозной жизни В духовной жизни Они возникают Из-за страха Прямого общения с Богом Нужен посредник Господь вел Моисею Скажи сынам Израилевым Вы видели Что я обращался К вам с неба Не делайте себе Серебряных и золотых богов Не ставьте их рядом со мной Воздвигни для меня Земляной жертвенник И приноси на нем Жертвы всесожжения И першественные жертвы Мелкий и крупный скот Из твоих стад И на всяком месте Где я провозглашу свое имя Я буду приходить к тебе И благословлять тебя Если будешь воздвигать Для меня каменный жертвенник То не употребляй Отесанных камней Отесовый камень Ты осквернишь его Не восходи на мой жертвенник По ступеням Чтобы не обнажился Над ним твой срам Такой странный набор С последним все понятно Люди тогда не носили Нижнего белья Как правило И если жертвенник высокий Поднимаясь по ступеням Человек Ну простите то Что у него там Под одеждой Так или иначе Делает видимым Да Значит не стройте Таких жертвенников Которые были Междуречи На которые надо Забираться по лестнице И все такое И прочее Слушайте Ну какая-то прямо Комедия неприличная Кто-то там поднимается У него там все видно И это рядом С десятью заповедями Так заканчивается Эта глава Но не позорище ли это А вот нет В религии Ничего стыдного Как сказал мне Один пожилой мусульманин Я очень с ним согласился То есть религия Она Духовная жизнь Она требует человека целиком С его полностью телом В котором есть Ну те части Которые мы не показываем Наружу С его жизнью В которой есть то Что мы не выносим На всеобщее обозрение Но перед Богом Это все вместе Если человек Только вот такой Перед Богом Но это не человек А маска То есть все вместе Включено в эту жизнь И смотрите Тут же сразу Первое что он говорит Приносите жертвы Но не идолам Я говорил с неба Не было никаких Видимых Образов Которые вы могли бы Изобразить Кстати откуда Потом возьмется Возьмется православное Богословие иконы Видимо Тело Христа Изобразить можно Потому что оно Изобразимо Невидимое божество Неизобразимо Мы не наблюдаем Его своими Телесными глазами Так вот Не делайте ничего этого Он еще раз Поясняет эту мысль Потому что человек Очень легко Делает себе идола Золотого Серебряного Сегодня слово Идол Может обозначить Там поп Звезду Какого-нибудь Популярного политика Там вообще Известного человека Он идол Мы к нему Не мы Лично с вами Но вот люди К нему Прибегают Как к какому-то Высшему авторитету А с Богом Это не так Но там Где я буду Тебе являться Выздвигай Земляной жертвенник А если Из камней То не отесывай Его металлом О чем Это говорит Мне кажется Вот земля И камень Это самое естественное Это то Что всегда Под руками Вот Смотрите Создать Какое-то Каменное строение Отесывая Блоки То что в Египте Эти пирамиды Ну Какие великолепные Строения Из отесанного Камня Хорошо обработанного До сих пор Сохранились А какие были в древности Какие красивые Это некое Вот такое Особое искусство Прямо из земли Да Вот голыми руками Из камней Которые ты сложишь Как получится Не подгоняя их Не отесывая Просто Сложить камешки Друг на друга Это может сделать Любой человек И Вот в этой Какой-то простоте Да Вот Будьте Такими Какие вы есть Просто Будьте рядом с Богом Ну а дальше В 21 главе Пойдут более конкретно И законы И нас многое В них удивит Вот в каком порядке Они идут На какие мелочи Обращаются внимание Уже удивляют Например Что нельзя входить На жертвенник По ступеням Да Или что камни Нельзя отесывать Но у всего Есть свой смысл Что нельзя Нельзя отесывать